Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Проверяем новогодних красавиц по запаху и на ощупь. Звездный у Кент на Алмазе. В Рязани выступили лучшие биатлонисты Содружества. Универсальное пособие. Кто и когда получит новую соцвыплату. Новогодние приготовления чаще всего начинаются с елки. Как правильно выбрать пушистую красавицу, впрочем, знают далеко не все. К тому же на елочных базарах можно найти еще и сосну и пихту. Специалисты Россельхознадзора сегодня прошлись по точкам продаж и рассказали о нюансах правильной покупки. Специалисты Россельхознадзора осматривают хвойные вблизи. Это один из способов проверки качества пушистой красавицы, говорят специалисты. Первым делом цвет. Он должен быть глубоким, зеленым или с голубоватым оттенком. Это говорит о качестве дерева. А вот желтый и оранжевый, очевидно, должен оттолкнуть. Следующий пункт – иголки. Они о качестве расскажут куда больше, чем кажется на первый взгляд. Очень хороший способ проверить елочку. Можно взять елочку, постучать ей об пол. Если иголочка осыпется быстро, значит она тоже так же долго не простоит. Хвою растереть можно между пальчиками. Должен появиться характерный запах, очень приятный. Если нет этого запаха, значит елочка уже срублена давно. Конечно, перед тщательным осмотром деталей нужно оценить и качество самого ствола. Он не должен быть слишком тонким. Для дерева высотой полтора-два метра, минимальный диаметр – сантиметров шесть. На коре не должно быть плесени и темных пятен. А вот наличие смолы, наоборот, хороший знак. Но помимо прочих проверок, можно спросить у продавца документы. У хорошего предпринимателя их с избытком. Полный пакет. Разрешение на торговлю официально. Разрешение по адресу Крупская, 17. У дома все, что надо. Администрация города. Потом товарно-накладная. То, что товар не ворованный, окуплен. Договор купли-продажи, у кого я купил этот весь товар. Потом транспортная. Для водителя фура выдается обязательно. Потом товарно-транспортная накладная, опять же, для водителя. И извещение в Россельхознадзор, что у нас деревья не больные, не зараженные. Примечательно, что официально в Рязани всего два елочных базара, говорят специалисты. На Крупской и Высоковольтной. Здесь, например, больше трехсот хвойных деревьев. Сосны привезли из Пензы, остальные пермские. Продавец рассказывает, что деревья молодые, порубка свежая. Да и обещает, что до 1 февраля этих хвойных точно не опадут. Поэтому перед покупкой еще раз вспомните все советы, чтобы не быть разочарованным в новогоднюю ночь. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Латыпов, Первушин, Цветков, Куклина, Казакевич. Эти фамилии даже далеки от спорта. Человек часто слышал из телевизора во время трансляций Олимпийских игр и чемпионатов мира. В прошедшие выходные все эти звезды биатлона из нашей национальной сборной и сборной Беларуси соревновались на рязанских трассах. Причем для самого города эти старты стали беспрецедентными. Марина Романюк провела день вместе с биатлонистами. Третий этап Кубка Содружества в Рязани без сомнения – событие года в спортивной жизни города. Впервые соревнования международного уровня, да еще и по любимейшему в стране биатлону – это и ответственность, и серьезная перспектива. Даже при невнятной политической обстановке. Для них это основной старт в период нашего эпохи санкций, где мы ограничены от международных стартов. Здесь как раз соревнуются сильнейшие наши белорусские спортсмены. Очень высокая конкуренция. Непредсказуемо, кто победит, я думаю, это здорово. В целом все отлично, все получилось, то, что планировали. И очень импонирует то, что большое количество болельщиков пришло на трибуны. Это здорово, очень важно для спортсменов, чего у нас не было на предыдущих этапах. Что касается спортивной части, тоже трассы, стадион, все соответствует самым высоким требованиям, поэтому мне все понравилось. Погодные условия в даты проведения этапа, скажем прямо, оказались неблагоприятными. Однако трассу на Алмазе готовили и не к таким сюрпризам. Прекрасное состояние лыжни, несмотря на плюсовую температуру и дождь, в течение почти всей предсоревновательной недели отмечали все. И хотя гонку бежали в основном по равнине, для многих она оказалась крепким орешком. Трасса шикарная на самом деле, мне нравится, рельеф мой. Ужасная первая стильба, которую я не дала мне сегодня возможность побороться за призы. На новогодний формат вообще пушка. Ну это достаточно равнинная трасса, интересная, как бы, ну для разнообразия и для какого-то нового опыта. Это очень интересная и хорошая трасса. Не сказать, что она легкая, потому что раз нет особо подъема, то нет испусков и отдыхать негде. И в любом случае тоже устаешь, но все равно, конечно, хотелось бы больше подъемов, больше спусков каких-то виражей. А так в целом все отлично, прием отличный, проживание, питание, все супер. Первый день соревнований «Суперспринт». Триумфатором среди мужчин стал белорус Антон Смольский. Второе место у Кирилла Стрельцова, третье у Саида Халили. В женском спринте весь пьедестал заняли россиянки Сливко, Гербулова и Носкова. А вот у мужчин звездным часом для Романа Терешина выходца из Казахстана стал масс-старт. Близкая к идеалу техника спортсмена и чистая стрельба стали формулой победы в этой гонке. При этом по собственному признанию спортсмена это вообще первый ноль карьере на всех четырех рубежах. Самый важный компонент был стрельба, потому что для меня бы любая ошибка уже оказалась лишением подиума. Среди женщин первой в масс-старте стала белорусская Динара Олимбекова. После каждого огневого рубежа ситуация на экране менялась кардинально. Но в итоге безупречная стрельба снова стала определяющей в борьбе за пьедестал. «Танцы я сегодня не имела преимущества, поэтому старалась хорошо отстреляться, что получилось. Поэтому очень довольна гонкой. А еще довольна, что еще одна наша молодая биатлонистка Даша Кудайева заехала в топ-10. Чуть-чуть я не хотела дать следов, поэтому с верой в нашу команду к домашним этапам. Спасибо Рязани». Показать максимум своих возможностей на рязанской лыжне удалось далеко не всем звездным биатлонистам. Частая реплика – прошли хуже, чем хотелось бы. Сказалось множество факторов. Скажем, Максим Цветков из-за плохого самочувствия вовсе не бежал суперспринт. Не лучшая форма оказалась и у Михаила Первушина. «Нет, конечно, недоволен. Шесть промахов и состояние функциональное тоже ужасное, в принципе, по всему сезону. В сезоне подготовительно все было нормально, но потом в сентябре переболел ковидом и болел первый раз. Очень тяжело. То есть для сравнения, там, Латыпов переболел, через две недели бежал в Олимпиаду. Я лежал три недели, просто не мог встать с кровати. И сейчас, ну, во всяком случае, Юрий Михайлович Каминский связывает это с этим. А как оно на самом деле условно сказать, потому что хотя бы стрельба должна была остаться». Атмосфера на трибунах ничуть не менее горячая, чем на чемпионатах и кубках мира. Четыре тысячи проданных билетов. И как итог, полные трибуны. Увидеть своих кумиров фанаты биатлона приезжали не только из Рязани, но и из соседних городов. «Если честно, мы забыли, наверное, уже в связи с ковидом, что такое поддержка, что такое зрители. Это вся праздничная атмосфера. Немного иногда пугает, когда в конце гонки уже люди со всех сторон начинают подходить, просить сфотографироваться, кто-то хочет обнять. У нас, конечно, внутренняя даже боязнь какая-то есть, потому что мы отвыкли именно от этой всей атмосферы, именно что боимся заболеть. Но все же это, безусловно, надо возвращать. Это для нас, для спортсменов, очень как-то нас изнутри заряжает». Рязанский этап Кубка Содружества не только обозначил наш город новой точкой притяжения биатлонной карты страны, но и должен стать мотивацией для развития биатлона во всем регионе. По крайней мере, Алмаз уж точно готов засиять новыми звездами. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. Рязанские росгвардейцы присоединились ко всероссийской акции «Читаем Сараева». Флэшмоб посвятили 80-летию Сталинградской битвы. Один из военнослужащих прочитал отрывок из книги «Стояли насмерть» легендарного командира 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД Александра Сараева. Дислоцирование дивизии в городе укрепляло население чувство уверенности в надежной охране труда людей и общественного порядка от проникновения диверсантов и лазутчиков. По мере формирования она становилась родным детищем Сталинграда. Перед бойцами дивизии выступали старые рабочие заводов города, ветераны гражданской войны, участники обороны Царицына. Эту книгу генерал-майор Александр Сараев написал в далеком 1976-м, но его «Стояли насмерть» одно из подробных произведений, описывающих самое грандиозное сражение Великой Отечественной. Автор, бывший командир 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД, вспоминает о том, как бойцы и командиры героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками в начальный период Сталинградского сражения. Александр Сараев стремится поведать миру суровую правду о самоотверженной обороне Сталинграда, о величайшем мужестве и стойкости бойцов и командиров войск НКВД и их беспримерной любви к родине. И вовсе не удивительно, что сегодня военные цитируют именно эту книгу. Они проводили большую политическую работу на заводах и предприятиях, помогали обучать бойцов истребительных и рабочих батальонов. Так крепли взаимные связи дивизии с населением города. И когда пришло время, ее личный состав стоял насмерть на защите Сталинграда. Помимо рязанских росгвардейцев, к всероссийскому флешмобу уже присоединились бойцы из Ингушетии, Республики Коми, Севастополя, Ханты-Мансийска. Акцию Читаем-Сараева поддержали уже более 20 регионов. И она продолжает свое шествие по стране. С 1 января 2023 года появится новое пособие. Универсальное. Оно объединяет в себе сразу несколько выплат и распространяется далеко не на всех. Обо всех этих подробностях далее в сюжете. С 1 января универсальное пособие объединит в себе сразу несколько видов. Это выплаты по беременности на ранних сроках. От 0 до 3 лет, от 3 до 8, от 8 до 17, на 3 и последующего ребенка. И пособие на 2 ребенка из средств материнского капитала. Систематизацией займется единый оператор. Обещают, что это снизит вероятность ошибочных отказов и разницы в расчетах. Выплачивать же деньги станет Социальный фонд России. Новая структура, которая появится с 2023 года. Она объединит в себе ФСС и ПФР. Мы с вами понимаем, что каждая семья может владеть значимым и незначимым имуществом. Движимым и недвижимым. Но самое главное условие, чтобы материальная обеспеченность этих людей не превышала предельной нормы, которая предусматривает данная мера социальной поддержки. Получить такую выплату, правда, сможет не каждый. Есть жесткие критерии. Доход ниже прожиточного минимума на душу населения, имущество не более установленного перечня и наличие дохода или объективной причины его отсутствия у взрослых членов семьи. Если семья проходит по всем трем, то универсальное пособие они получат. Притом в зависимости от дохода. 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Теперь будет возможность на любого из очередностей на каждого ребенка. Независимо, да, очередности. Второй ребенок, пятый ребенок в возрасте до трех лет. Если у вас есть мат-капитал, вы сможете оформить на этого ребенка выплату. Здесь такая же отсутствует оценка нуждаемости. Два прожиточных минимума на одного человека. Поэтому, если вы захотите, например, на универсальные выплаты. Ранее назначенные пособия никуда не пропадут. Их будут перечислять в прежнем размере до конца срока назначения. Правила же назначения пособий на детей изменятся. Некоторые семьи смогут получать больше денег. Другие утратят право на выплаты из-за несоответствия критериям нуждаемости. Однако, ведут и так называемый переходный период, где используются прежние правила назначения. Заявление можно подать на сайте госуслуг. И это только часть вопросов, которые успели обсудить в прямом эфире с заместителем начальника управления соцвыплат регионального отделения Пенсионного фонда России. Другие важные нюансы можно посмотреть в записи эфира на сайте правительства области. До Нового года пять дней. А значит, самое время позаботиться о том, что будет на праздничном столе. Учреди к прилавку, ярмарке продажи икра и рыбы камчатская не убывают. Все потому, что рязанцы знают, что здесь можно приобрести самую вкусную и свежую продукцию. Неотъемлемый, необходимый атрибут новогоднего стола – красная рыба и икра. Приобрести вкусную и свежую продукцию можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Рассыпчатая, зернышко к зернышку, икра словно с картинок. Перед покупкой можно и попробовать, чтобы убедиться, что такого вкуса вы уже давно не ощущали, а может быть и вовсе никогда. Эталонный вкус красной икры, который запомнится надолго. Потому и возвращаются сюда люди, каждый раз, как выставка продажи приезжает. А перед праздниками и вовсе стараются закупиться побольше, чтобы порадовать себя и близких самыми лучшими морепродуктами. Вкусная рыба, берем понемножку. Вкусная, все любим. Хорошая рыбка, свеженькая, вкусненькая. Ну что сделаешь, много-то не берем, а по чуть-чуть-то покупаем. Бутерброды и тарталетки со свежайшей ароматной рыбой и икрой обязательно на новогоднем праздничном столе. Как в самую главную праздничную ночь, так и все январские праздники. Лакомство для близких и друзей. Праздника уже. До 31-го они продают. Да, праздник. Я тоже люблю. А почему не любить-то ее? Накануне Нового года продукцию на выставке продажи икра и рыбы Камчатской раскупают стремительно. Рыба холодного и горячего копчения. Чивыча, белорыбица, палтус, нерка и омуль высочайшего качества. Лучшая закуска на праздничном столе. Успейте и вы купить угощения. У торгового центра «Премьер» до 31 декабря включительно. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 26 по 31 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова